Здравствуйте! Меня зовут Сабина Мельничук и с вами программа «Звёздная кухня». Сегодня к нам в гости пришёл заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Фирстов. Здравствуйте! Рады вас приветствовать! Я аналогично. Ну что, приготовим что-нибудь вкусненькое? Ну, попробуем. Вы часто дома собираетесь с семьёй, устраиваете семейные праздники, вечера семейные? Ну, дни рождения и Новый год – это просто святое. Ну, как и у всех. Итак, мы сегодня приготовим утёнка табака с печёной тыквой и вишнёвым соусом. А вторым блюдом будет, кстати, блюдо, которое можно готовить на каждый день – плов с уткой. Плов я готовлю сам только овощной. Итак, мы берём утёнка в специальном пакете для запекания. Он уже предварительно замаринован. Технология приготовления написана на этикетке. Сложности никакой нет. Мы 15 минут запекаем при 180 градусах. Дальше делаем прокол. И запекаем ещё где-то минут 30 при той же температуре. И, собственно говоря, ваше банкетное блюдо праздничное уже готово. Кстати, утёнка табака нам любезно предоставил наш спонсор – утиная ферма. Начнём с запекания утки, так как она у нас займёт целый час. Мы её сейчас поставим запекаться и дальше будем всё подготавливать. И параллельно с уткой мы поставим запекаться нашу тыкву. Всё, успеем. Успеем. Филы какие наши годы. Итак, для плова нам нужна будет морковка и репчатый лук. Ну что, приступим к нарезке? Часто ли в спектаклях используют натуральную еду? И приходится ли вам её есть? Ну, часто, не часто. А если драматург требует, то приходится. Но, понимаете, еда на сцене – это очень коварная штука. На заре своей карьеры я играл в спектакле «Розово». Вот. И там начинался спектакль с завтрака. И серьёзно готовили. Была яичница, был салат, хлеб и чай. Так вот, я подавился яичницей. И полспектакля откашливался, потому что попал на связки. Понимаете, когда еда, разговор, дыхание и всё остальное в жизни – это просто. А спектакль немножко по-другому. И с тех пор я перестал, то есть начал, вернее, бояться всякой еды на сцене. Но иногда это приходится делать. Потому что вот недавно как раз мы спектакль поставили «Волки и овцы». И режиссёр сказал, что вот чугунов должен жрать постоянно. И вот у меня семь сцен, и я каждый раз придумывал себе что-нибудь пожрать. Ну, в общем, удовольствие не самое интересное, но зато сытый. Если поставил так режиссёр, куда от этого деваться? Ну, я лично на сцене есть не очень люблю. Люди приходят, в общем-то, совершенно по другому поводу посмотреть, как артист играет, а не как он есть на сцене. Какая самая интересная роль, которую вам приходилось играть? Я сыграл больше 115 ролей за всю свою жизнь, а в нашем театре где-то больше 100. Я не скажу, что у меня все любимые. То есть наоборот, нет нелюбимых, есть любимые. Потому что, видимо, я больной, я люблю работать, я люблю играть. Вот. А театр – такая забавная штука, где без розыгрышей, например, не проходит ничего. Меня разыграли безумно жестоко, но это было очень остроумно. В одном из спектаклей я езжу в инвалидной коляске и играю психо, придурка совершенно конченого. Выход у меня в конце первого акта, и я езжу в этой инвалидной коляске. Вдруг звонит кто-то на этаже, я подхожу к внутреннему телефону, и актер, который живет за стенкой, Леша Хариня, как говорит, Толя, ты представляешь, в инвалидной коляске отвалилось колесо. У меня сразу волосы дыбом, мне до выхода осталось 7 минут, а как, вся роль на коляске. Он говорит, ну я придумал, мы нашли тебе каталку, эту, санитарную. А я так вот разговариваю, думаю, а как это, я на каталке, тут у меня развороты, тут вот проходы, а там надо лежать или как-то стоять, я не знаю. И я, значит, разгневанный бегу на площадку, то есть на сцену. Врываюсь туда, а коляска стоит целая. А Хариняк уже на сцене, довольный, счастливый, и все. А у меня исключительные эмоции и мат. У нас есть такая кастрюлька. Нальем в нее много масла. Закинем туда наши овощи. Кидайте лук. Мой лук пригодился. Конечно. Какая прелесть. А ничего, что я его так мелко порезал? Нет, ничего. Лук как раз нужно резать мелко, а морковку крупно. У нас была такая программа в связи с пандемией. Все сидели дома, и театр решил сделать такую программу «Актеры готовят». То есть мы читали какой-нибудь рассказ на тему кулинарии. Я читал «Сирены» Чехова. Приготовил свой фирменный суп. Сырный называется. Ну, в моем исполнении он сырно-морковный, потому что туда и было много моркови. Много. Морковка с сыром. Морковка с сыром. А самое главное, как он выглядит, это вообще же шедевр. Шедевр, да. Но самое интересное, что на второй день он становится еще вкуснее. Вообще говорят мужчины, мастера... Которые вкуснее, чем женщины. Это факт. Нет, вот понимаете, у нас дома как? Супы делаю я. Борщ с фасолью. Сырный суп. Это гороховый суп. Суп из того, что не прибито. Называется студенческий. А горячее блюдо делает жена. У нее соусы. То есть с этим соусом можно съесть мышь. Итак, утка с тыквой запекаются, плохо нажарится. Еще нам нужно сделать вишневый соус. Сейчас мы взяли вишню свежемороженную, добавили туда сахар, корицу. Хорошо. И ставим на плиту. Ой, одуряющий запах. Просто я в обмороке. Представляете, я не люблю есть в пунктах общественного питания щи и борщ. Потому что они режут вот такими вот капустой, я имею в виду. Крупно. Длинно. А, в ложку не помещается. И ты сидишь, у тебя усы сцезают капусту. И она, да, то есть сорочка вся забрызгана, и ты успеваешь. И поэтому у меня капуста только вот такая. В моем борще, в моих щах. А картофель только кубиками. Ну, чтобы в ложку помещалось. Все правильно. Естественно. Итак, наши овощи обжарились. Утка у нас полуготовая. Мы засыпаем рис. И нам нужно добавить жидкости, чтобы просто покрыло вот содержимое. И ставим на медленный огонь. Сейчас молодежь стала больше увлекаться театром. Молодые артисты, они перспективные. Трудно ли вам с ними работать? Мне с ними не трудно работать. По-всякому бывает, господи. Тут уж смешная ситуация, она возникает во всех поколениях. И все поколения, как только вырастают, сразу говорят, молодежь не та. Я так не считаю, хотя какие-то определенные огрехи существуют. Но если бы они меня там, я не знаю, раздражали или еще что-то в этом роде, я бы с ними никогда не поставил спектакль. Я поставил спектакль, где 17 действующих лиц и вся молодежь. Это свою мечту я реализовал. Подходцев и двое других по повести Аркадия Верченко. Там все молодые и все 17 человек с удовольствием работают. А по поводу того, легко ли им со мной, это надо у них, наверное, не спрашивать. А с другой стороны, учеба актерскому ремеслу никогда не прекращается. Люди, которые закончили учебное заведение театральное, они приходят и учатся у среднего поколения, у стариков, ну и так далее. Потому что я иногда именно от них слышал какие-то лестные высказывания в своей адресе. Это очень приятно. Вот мы достали тыкву. Смотрите, какая она аппетитная. Вообще очень полезно печеную тыкву есть, кстати. Чистит печень. Я в курсе, но как-то вот не получается и все. Не могу заставить себе есть просто печеную тыкву. Поэтому с уточкой и яшневым соусом – это бомба. Вы сказали, что любите покушать, сами вкусно готовите, жена вам готовит. А вот когда вы уезжаете на гастроли, чем вы питаетесь? Предоставлен гостиничному буфету или вечернему, так сказать, чай пить с бутербродами. Понятно. Все по помятку, в общем, собственно. С чаем. Во всяком бывает, потому что основной предмет, который, не дай бог, забыть дома, вот в то время, я имею в виду время социализма, это кипятильник. Понимаете? Если у человека есть кипятильник, он все. Многие забывают, и поэтому у человека, у которого есть кипятильник, в номер всему всегда очередь, да и скипятить и так далее и тому подобное. Я однажды наблюдал на сельских гастроли такую картину. Заслуженный артист, я тогда еще такого не был, сидел у себя в номере и в стакане варил пельмени. По два пельмени кипятильником туда. Ну, это ржа, конечно, невозможное, но он так целую пачку съел, это надо было сколько выдержки, представляете, два пельменя сварить, потом их съесть, потом опять долить воды и так далее. Так, наверное, целую пачку можно незаметно съесть, потому что по два пельмешка-то... Самое смешное, что когда варишь следующие два пельменя, ты уже проголодался. Да, да. Да. Наш плов уже почти что готов, и в конце я рекомендую добавлять все специи. Здесь у нас смесь розмарин, анис, тимьян, тмин, кумин, кардамон. А теперь мы добавляем сухофрукты. Так. Да. Оп. Оп. И перемешиваем. А, зубчики чеснока. Я чеснок кидаю целиком. Прямо целую бросаем? Да, кидаем. Попробуем. Все. Наш утенок табака, собственно говоря, зарумянился. Тыква запеклась. Ну что, выкладываем? Разрешите? Да, пожалуйста. Так. Сейчас мы придадим-то ей антуражу. Красиво. Прямо под мышку положить. Да. Где разрешила, туда и кладем. Что там? О, правильно. Дегустация обязательно должна быть. Ммм. Сладко? Ммм. О, как вкусно. Можно соус в отдельный соусничок, чтобы каждый брал и себе поливал. И это очень правильно и грамотно. Потому что если мы сейчас нашу уточку обольем соусом, ну не так эстетично будет смотреться. Импровизируем. Ну, лично для меня, лишь бы не было кинзы. А, ну вот она у нас как раз и есть. Ну, пожалуйста. А я уже приучил все свое семейство. У меня вот невестка бедная, она обожает, старшая невестка, обожает кинзу и знает, что я ее никак. Ну ладно, мы уберем. И она в отдельную емкость рубит кинзу и говорит, вот, я набираю то, что надо, а теперь разбирайте. Она говорит, можно туда? Я говорю, я уже больше это не возьму. И там, слава богу, я все ее взял. Но это меня очень трогает, когда она вот... Заботливая. Проявляет внимание. Затомнил, и все это отдельно. А причем все остальные любят один я. Ну, специфическая трава, конечно. Насыщенная. Итак, сегодня мы приготовили утенка, табака с печеной тыквой, с вишневым соусом и плов с утином рагу и сухофруктами. Ну что, сможете повторить дома? Сделаю это обязательно, потому что похвастаться вот таким произведением искусства, это же никогда не стыдно. И все тебя снова зауважают, хотя и не переставали, но это очень соблазнительно. Надо только отчаяться. С вами была Звездная кухня. До новых встреч. Чем порадовать близких выходной день или праздник? Конечно, вкусной едой, а точнее уткой – утиная ферма. Утенок табака в пакете для запекания готовится быстро, духовка остается чистой. И вот что самое главное – такую птицу сможет приготовить каждая хозяйка. Мясо получается вкусным, нежным и ароматным. А если добавить к нему соус, то родные точно будут просить добавки. Для приготовления плова в программе используют сырогу из утки. Такое мясо в сочетании с рисом, овощами и специями обязательно удивит гурмана. В мясе утки утиная ферма – высокое содержание жирных кислот омега-3 и омега-6, которые необходимы для успешной работы мозга. Утиная ферма. Утка – это просто и вкусно. Я знаю, как сделать вечер особенно. Всего час. И изысканный ужин готов. Утиная ферма. Утка – это вкусно. Практично и изысканно с Мосман вы сможете получить удовольствие от приготовления еды и отдохнуть после рабочего дня. Мосман – это свобода при выборе материала, цвета, размера и отделки фасадов. Это кухня для любого стиля жизни. Это комфорт и европейское качество. Мосман – здесь удобно и приятно готовить. Редактор субтитров А.Семкин